здравствуйте дорогие дамы и господа да благоволит к нам господь с вами Джон Клюкер и Гриба Бас мы находимся на поселке Южный сегодня у нас 19 сентября 2015 год Гриба Бас посмотри сколько время по московски сейчас скажу точно у нас московское время в городе Инта 15 минут 4 Гриба Бас как назовем свой поход этот нынешний нынешний поход как поход в неизвестность да нет мы-то известно куда идем вот так планируем там проволоку надо заготовить чтоб переправу сделать потом вот из прошлого похода я хотел там кое-что построить не знаю если будет время может быть даже и сможем построить там как бы небольшое такое строение если успеем ладно я сейчас подумаю по ходу делаешь как назвать поход я тоже подумаю да сейчас приветы большой привет Семену Егорову и Ивану Масленникову большой вам привет большой привет дальше большой привет Кристине Роткай и я заходил у нее вроде бы как канал есть и она я не понял она вроде бы этот или может быть однофамилец но она вроде бы этот как его репортер а репортер да она там что-то у нее на канале там но это попросили ей привет передавать передать и она какая-то какие-то репортажи делается в городе Сыктывкар понятно Кристина привет вам привет большой здоровья счастья и удачи всего самого хорошего да и привет Илье Орлову из города Клога большой привет Эстония большой привет большой хороший а сейчас я привет передаю своим близким это крестнику Никите Никита расти большой мальчик слушайся папу Ворнер да Ворнер тебе большой привет и серьезный да и твоей супруги супруги тоже Марине да большой привет Ворнер мы не стали тебе звонить потому что я знаю что ты дня три назад что-то болел я уж не стал позвонить тебе так потом крестнице Лене Леночка большой тебе большой привет и твоей сестричке Ксюше большой привет моей маме большой привет от Люба всем большие большие привет брату Семену привет большой привет брат Семену всем родственникам из Приозерска пачерице и там однокласснику моему Вениамину то есть Вене большой привет Вене да большой привет Тома Веня Тома Веня Оля дочка это ой внучка А еще крестнику большой привет Диме он крестник мой Дима живет в Ухте тебе тоже большой привет Большой привет Дима не знаю вдруг будет смотреть видео да ну ладно пойдем уже давай пойдем по ходу дела вроде бы так какие приветы хотели передать да да сейчас я покажу где мы идем ага уже ведем сегодня кстати погода такая хорошая погода хорошая да дождя нету да ну уже на этом как и Иван чай такой уже белый пух там да белый да да ты не видал что ли я пока не видал а ты не обращаешь внимание внимание братья надо и и уже сбора у меня у нас были я тут в субботу конечно побольше побольше подольше поспал отдохнул вот сейчас нам надо будет зайти в магазин карпаты ага хлеба купить и там не знаю колбаски может что-нибудь такое ну чтоб на костре пожарить так и сделаем кстати грибовас майонез я взял молодец так что не переживай не умрешь надеюсь я надеюсь да и лук я тоже взял ну а и лук я видал кстати я взял это из посылки что нам посылали а из посылки этот как вон там шоколадки потом еще консервы консервированная там авокадо вроде ли как-то так мы будем показывать ага и с ними репортаж снимем вот да и да сегодня погодка хорошая да вчера позавчера и еще там два дня назад такой дождь был моросящий и а сейчас вообще классно сейчас знакомого встречи он попадет в кадр это он похудел как-то здорово и что-то вроде как похудел я наоборот пополнял пополнял раз держать камеру не трясти и чтобы зрители не закачала все правильно джон все правильно сюда-сюда в магазин не пойдет вы же хочешь пойти как рюкзак-то не тяжелый нет нормально а то говорят я тебя постоянно нагружаю сильно не отлично хорошо спасибо джон все я иду отлично спасибо большое нормально да терпимо терпимо все хорошо иду пока понятно он еще знакомые какие люди здравствуйте в лес отдыхать в лес лес отдыхать поход поход у вас ничего мы взяли покушать это видео колбасу вот потом этот хлеба две таких булочки потом и здесь такую пачку и печенку печенку куриную печенку куриную я хочу пожарить ее там сковородка есть в избушке да пожарим давно ее не ели куриную печенку давно мы не ели ну что попробуем сегодня это какой-то подожгли мусор что ли наверно мы сейчас уже выходим из поселка на дорогу раз по этой дороге пойдем на телевышку это у нас как-то тут заворот получился крюк да было там пойти по тропин это ускорение сделать что ты как-то медленно так идешь такой знаешь мы так вообще долго будем идти да листья все уже почти опали да уже почти голые деревья но погодка сегодня классная вообще хорошая деревья уже почти в месяц только смотри вот солнышко выглянуло пока мы собирались еще не было такого все правильно а это вот сюда краю тех что там посередине дороги идем все правильно будешь что-нибудь рассказывать зрителям но я буду подумать вспомню что-нибудь расскажу вот про шахту или может еще про что я подумаю подожди зачем он начнется а я подумал о чем и скажу я тоже может быть что-то вспомнил пока идем до телевышки вас какую-то историю вспомнил как он что ты нес и этот машина запомнил 2 и там такой как и назвать и гидроусидитель такой но не такой объемом смогут вести длиной ноги на 35-40 весит тяжел в данном металл толстый чугун короче история заключается в том что они слиз несли с другом и и тогда не сниму по наклонка 40 килограмм да где так по наклонке мунистре вниз шахту ну как тяжело было тяжело она была пока вы как ее несли каким образом ну как несли как же самоспасатель удавку на плечо и вперед по одному папа по очереди да получит по пути наклонки нес он по пути не с я в одном шахте уже нес я и нес он так мы с ним сли понятно слушая этот я же взял еще точилку могу тебе там подточить в лесу этот мачете да давай и возможно если время будет ты можешь бревно перерубить вот точно бревно перерублю я если время будет если время будет все правильно хотя наверно вряд ли будет потому что я хочу там этот построить а построить еще надо будет зрители для чего не знает что я хочу там построить я не буду пока рассказывать вот и вот заготовка проволоки надо чтобы сделать потому что зима потом наступит этот снег потом проволоку тяжелее будет достать понятно и положила да взял взял вот пока идем вот уже до поворота дошли почти шахту он там поворот вот такая тут типа как памятная памятная доска слава труду автобус стройка ходит сюда на шахту интинская вот это в городе сейчас осталась одна действующая шахта шахты тинская сейчас я покажу поближе там она еще написано номер 15 у нас из-за этого еще поселок называют 15 то что видите шахты 15 ибо вас да хотел вот так у тебя вопрос задать какой вот сейчас мы идем поход да ну какой у нас в этом походе произошло чудо подожди вот и пока не отвечай если ты знаешь и вот зрители вот сейчас вы смотрите и напишите какое сейчас чудо мы идем поход а теперь гриба вас говорит какое чудо чудо тоже в городе не взяли вот это очень какой чудо это то чудо что мы идем и светло а светло идем не идем не идем в поход среди ночи понял джон это у нас обычное дело по ночам ходить ну когда темно вот я и не подумал кстати думаешь на на думаю думаю придумал нет почти а эту песню знаешь думай 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 хорошая песня а кто ее поет и вроде латыши поет я не помню не буду вроде бы латыши или эстонцы кстати может зритель кто знает напишет кто кто ее поет дорогие друзья зрители наши поклонники как не знаю фанаты почитатели потому что как бы назовешь фанаты не нравится что фанаты там ну просто которые зрители нас любят смотреть нас не ругают за то что мы просим деньги на какие-то проекты там не говорят что мы попрошайки там все правильно вот этот поход я решил назвать поход любовный дорогие зрители мы любим вас посылаем вам поцелуя так что смотрите грибобаз поцеловал давай подожди контрольные поцеловки давай давай нет и не в экран его на более на 5 ты не понимаешь вот сюда туда я что-то как-то на экране криво он не знаю как мне кажется это уже перебор да по-моему нормально все нормально да а зрители не испугались но не побегут отписываться не знаю наверно бегут все будет хорошо или все-таки поход любовный не будем не пока любовный любовный да но это поход любовный зрителям наша любовь к вам то что вы смотрите нас все-таки люди смотрят наши по да и причем но постоянно пишет когда поход когда в поход то есть зрителям нравится что мы ходим в поход хотя там ну в одну и ту же избушку почти что в одну и ту же избушку мы ходим но будет время построим другую избушку да и все будет хорошо у нас будет новенькая избушка кто там знает почему гриба басова изба закрылся поход я там это уже закрылся проект то есть я уже об этом говорил почему понятно в общем что-то придумаем да гриба бас все правильно и покажем по теле покажем по видео до поход любовный гриба баса тебе сейчас расскажу историю одну ну и как раз за одно зрителям у нас есть брат серёга креулин двоюродный ну вашу тебе привет сегодня привет его твоим сыновьям жене привет вот и мы как-то он приехал в деревне туда моей маме повидались он приехал с сыном саши сына но это рассказывает про любовь детей про детскую как сказать любовь вот я не помню ему лет может быть не знаю 5 было 6 очень маленьким для маленький был вот он его покрестил я тоже тоже не помню во сколько его пока он его покрестил ну серёга то ага вот серёга приехал мы радостные все так встретились да ну и это сын его как бы ну первый раз меня увидел все мы это познакомились там все и вот у него у ну вот этого маленького мальчика саши да прям чувствуется как у ребенка любовь ко всем было ух ты или вот он как бы вот ко мне подход подходит такой обнимает меня говорит я люблю тебя я люблю тебя ну и как никогда и всех так короче вот это да то есть в нем вот было вот это как это объяснить то горела любовь такая горел любовь такая чувствуется что как мы в нем вот в этот момент бог прям как ну был сказать вот это есть дети они как бы а потом вот когда дети становятся взрослее они начинаются уже стесняться вот этих чувств все правильно ну как бы взрослее там умнее там что-то там рима рассказывают там а вот тут есть такой период который вот в детский такой период что они любят прямо всех любит конечно приятно когда так приятно конечно ну такое отношение детское что вот доброе такое отношение запоминается потом вот помнишь его этого мы были в гостях подожди как же его дочки то у него ангелина и и а другую зовут как я тоже что-то подзабыл в общем то что-то забыл я вот и вот ангелина ангелина такая но она на год ее старше той дочки а там помладше вот и у нее тоже самое она вот это шла обниматься там любви да 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 ка меня туда. Я всё обнимет. Да 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 идем допустим с грибабасом она увидит нас о здравствуйте здрасте дадо дядя эдик дядя саша бежит к нам вот такая история у меня гриба бас тебе такой вопрос вот как вот сохранить в душе вот это чувство чтобы была вот любовь к окружающим ну чтоб не было злобы на душе чтобы было хорошее настроение. Ты можешь что-то зрителям посоветовать, что-то? Ну, как я могу посоветовать? Надо, например, молиться Иисусу Христу. Так? И можно посыпаться, смеяться, веселиться. То есть вокруг тебя комплименты хорошие раздавать. Не злиться. И быть спокойным. Вести тебя хорошо. Не пуянь, громко не говори, не ругаться. Вот так, я думаю, надо делать все это. Ну, вот основной момент, это что Грибубасов, по моему мнению, сказал правильно, это вот действительно молиться, потому что... Нужно молиться, да. Да, православный христианин, вообще, почему у нас вот эти молитвы, почему мы молимся? Есть вот такие короткие молитвы. Господи, помилуй. Молитва потом есть. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Помилуй меня грешного. Вот эта молитва повторяется. То есть, допустим, вас кто-то вот оскорбил, там, обозвал, там, настроение испортил, там. И если человек незащищенный, есть какая-то гордыня, она вот эта, ну, гордыня может сыграть, настроение может испортиться. Потом после этого на окружающих начинаешь орать, там, допустим. Да, да, вот такая что получается. Чтоб этого не было, вот надо читать молитву эту, чтоб отбить вот эту, ну, вот эти атаки, это вот нехороших мыслей, нехороших чувств. Так что вот вера в Бога и православная вера, она помогает по жизни чувствовать себя счастливым человеком. Так оно и есть, и правильно. То есть мы как верующие люди, мы уже, не раз я уже это говорил, мы уже не как слепые котяты по жизни идем. То есть мы уже знаем, что будет, что от нас надо, что нам надо соблюдать заповеди Господа, жить хорошо. Ну и вот самый главный момент, это надо, конечно, делать добрые дела. Добрые дела делать. Потому что, как говорится, без дел вера мертва. Все правильно, так оно и есть. То есть по мере возможности. И, конечно, лучше про эти добрые дела не говорить. Вот когда ты сделаешь доброе дело тайно, тебя Господь, ну, вознаградит явно. Ну, как бы. Ну, сам Господь. Да. А когда вот ты сделаешь, ну, как бы, доброе дело, и общество узнает, да? То тебя за это доброе дело вознаградит общество. А, общество. Ну, люди, да, поблагодаря там. Понятно, понятно. Ну, там какую-то. Ну, я имею в виду уже такие, такие вещи там, какие-то подвиги там, еще что-то. Так образно говорю вот про эти моменты. Вот. Есть такие люди, конечно, которые, как бы, не знаю, или, может, вот, как это говорят, карма такая, да? У них вот, ну, просто вот такой стержень, что они всегда такие спокойные, счастливые. Есть, есть. А есть вот такие, которые надо работать над собой. Вот. То есть можешь, может, настроение, испортиться, можешь, там, обидеться, там. То есть надо работать над собой. Все правильно, понятно. Есть люди, которые уже, или, может быть, как бы, прошлые поколения вот этим людям дали такой заклад, такую, ну, это, конечно, не православные термины, а ауру там, да? Угу. Что они, у них так, психика такая, как сказать, крепкая, там, нервы крепкие. А есть, это немалые люди. Они по жизни идут спокойно, они любят людей, никого не оскорбляют, угу. Любят Бога, верят в Бога. И у них все получается. Так, ладно, дальше, грибовасты, может, потом еще историю какую расскажешь. История? Ну, это все на вспоминацию. Я уже почти так показал, что вспоминание еще, подожди-ка. Так, уже проходим телевышку, сейчас покажу. Вот она. Мы решили с грибовастом это назвать первую серию чмоки-чмоки. Что-то грибоваст говорит, тебе жарко, да, воплощей? Жарко мне. Сейчас дойдем там до места. Сниму я его. Снимешь, да. Дождя нету, сухо. Вторая серия, да? Да, мы с грибовастом смеемся. Вторая серия будет под названием чмоки-2. Уже почти подошли к этому месту. Ага. Поворот налево, наше место будет.